Здравствуйте, друзья! С вами вновь компания «Стройгарант Анапа». Меня зовут Андрей Орехов, я коммерческий директор фирмы. Сегодня я хочу рассказать о том, вернее не рассказать, а напомнить, что мы строим дома по всему Анапскому району, а не только в станице Гостогаевской. Она, конечно, прекрасная, но, тем не менее, дома строим еще и в других местах. Например, сейчас у нас идет активная застройка в коттеджном поселке Морской. Там возводим более 240 домов, то есть почти 250 домов будем строить. И сегодня я приехал на обзор дома, который находится в субсехе. Дом 125 квадратных метров под желтым кирпичом. И сейчас мы его изнутри подробно осмотрим. Снаружи сразу скажу, участок здесь ровной формы почти 5,5 соток. Есть автоматические ролевые ворота, вот они на заднем плане у меня находятся. Давайте пройдем в дом и посмотрим его изнутри и также посмотрим вид из окон. Здесь он просто великолепный, причем во все стороны панорамные виды. От моря здесь буквально 800 метров. Итак, давайте приступим к осмотру дома. Вот мы входим в дом. Сразу у порога идет лестница на второй этаж. Туда мы зайдем немножко попозже. Давайте осмотрим первый этаж. Есть щиток электрический. Здесь можно полностью обесточить дом, когда куда-то уезжаете. А счетчик, он напоминает двухтарифный день-ночь на 380 вольт. То есть три фазы заходят в домовладение. Находится на территории. На столбе висит еще отдельное счеток специально. Давайте пройдем далее. Сразу слева у нас санузел первого этажа. Посмотрите, в каких он красивых оттенков сделан. Очень просторный. То есть его размеры примерно 2 метра на 1,7 метра. Влезет любая сантехника. Давайте осмотримся здесь немножко. Вот на экране виден вывод под смеситель и на полу канализация. То есть здесь вот можно установить ванну, либо душевую кабинку. По желанию мы можем построить душевую кабинку прямо из плитки выложить. То есть такая, чтобы она была уже стационарная, несъемная. Здесь у нас место под унитаз. Здесь будет висеть батарея отопления, либо полотенцесушитель. Он тоже входит в стоимость, просто его пока еще не сделали. Есть свет, естественно, и вытяжка. С другой стороны, кстати, вот москетные сетки, они в каждом доме в подарок ведут. Потому что все равно мошка тут небольшая есть. Здесь место под стиральную машинку предусмотрено. И соответствующая резетка. И еще место под бойлер, если он понадобится. А здесь провод висит. В этом месте висит, монтируется рукомойник и зеркало с освещением под него. То есть все уже предусмотрено. Давайте выйдем из ванной комнаты и осмотрим зал. Зал совмещен с кухней. То есть получается такой кухня-гостиная с панорамными окнами. Давайте посмотрим вид, который открывается с первого этажа. Как видите, вся Анапа весь у всех как на ладони. Если вот посмотреть в другое окошко, Анапа тоже видна. Видите, вдалеке стоят многоэтажки. Очень красивый вид. Сейчас, правда, пасмурно. Дождик намечается. Но, тем не менее, вид великолепный. А вот это зона кухни. Здесь у нас будет смонтирован котел отопления. И будут контуры на теплый пол уже выведены. Здесь, естественно, еще будет моторчик специальный центробежный, чтобы воду по сиснями гонять. Также будет батарея висеть. И вот здесь, смотрите, много розеточек. И все это у нас для зоны кухни. Здесь вот как раз кухонная зона и монтируется. Давайте отойду в угол и посмотрим, как оно смотрится прямо с самого угла. Площадь помещения почти 38 квадратных метров. Вытяжка тоже, естественно, есть. Это требование газовщиков. Но в данном случае дом издается с электроотопления. Потому что в этом районе газ обещают подвезти только через полтора-два года. Зашел в комнату, которая находится на первом этаже. Можно ее сделать как спальню. Можно как кабинет. Помещение достаточно функциональное. Естественно, есть все необходимые розетки. Это вот под кондиционер на потолоком висит. И ряд розеточек еще тоже предусмотрен. С этой стороны и с этой. Также в каждой комнатке, ну как и везде, впрочем, есть розеточка под телевидение. Она второй конец кабеля выходит на улицу. Можно повесить антенну триколор, либо какую-то другую. Вот он участок. Он маленько в траве у нас заросший. Заросший. Но, тем не менее, он есть. Есть терраса стандартная. Три на восемь метров. Большая, просторная. Над ней можно сделать навесик. Он примерно сто десять тысяч стоит. С перелицами. И будет очень-очень уютно. Вот, в принципе, и все. Давайте еще раз посмотрим, что мы увидели на первом этаже. И пойдем на второй этаж. Мы захотели вот через парадную дверь. А здесь у нас два входа в дом. Есть через террасу. Вот она, это на задний двор. И парадный вход. Сразу около парадного входа есть лестница на второй этаж. Вот она, ванная комната, спальня на первом этаже. Ну, либо кабинет, кому как нравится. И большая, просторная кухня-гостиная с большими панорамными, эркерными окнами. Ну, вот и все. Пожалуй, пойдем на второй этаж. Лестница буковая. Кстати, это очень надежная древесина. Она со временем практически не скрипит. То есть, функционально ее эксплуатировать можно не один десяток лет. Вот, поднялся на второй этаж. Здесь у нас коридорчик такой есть. Все двери открыты. И сразу около лестницы с санузлом над санузлом еще один санузел. Он такой же просторный. Даже он еще более просторный, я бы сказал. То есть, здесь он примерно 2 на 2,10. Там был 2 на 1,70. Здесь на 2,10. Здесь прям большая здоровенная джакузи. Влезет легко. Также есть вытяжка. И все необходимые выводы под коммуникацию. Такая плиточка. Окошко, естественно, открывается. Как на микропроветривание, так и полностью распахивается. Так, давайте пройдем в другие комнатки. Смотрите, комнатки здесь у нас примерно по 14, по 16 метров. Практически квадратные. Их тут 3. Всего в доме 4 спальни. То есть, получается, 3 спальни на втором этаже и 1 спальня на первом этаже. Смотрите, какой вид открывается со второго этажа в спальне, которая выходит на фасад дома. Сейчас я хочу показать вам, насколько вот этот скос высокий. То есть, вообще, вот его расстояние 1,80 от пола. То есть, человек входит в полный рост. То есть, если встать, вы головой о потолок здесь никогда не ударитесь. Вот так вот, смотрите, как это выглядит. Давайте пройдем в другую комнатку. Она практически такая же. То есть, они идентичные. Просто из зеркальной планировки. Одна выходит на фасадную часть дома. Другая на задний двор. Кстати, давайте посмотрим, что мы видим с заднего двора. А мы видим, ребята, море. Вон там, впереди, прямо в центре экрана, очень зоркий зритель сможет увидеть море. Оно сейчас такое темное, почти коричневое. Это потому, что скоро будет дождик. Но оно видно. И это замечательно. Давайте посмотрим другую комнатку. Эта комнатка поменьше. Тоже выходит окнами на задний двор. Вот такая вот по форме. Высота этого скоса тоже метр восемьдесят. Головой не ударитесь. Возможно, на видео это плохо видно. Но уж поверьте, это так. Смотрите. Я сейчас открою окошко. И посмотрим террасу, которая находится как раз под нами. Вот она терраса. Еще раз говорю. Восемь на три метра. И ба-бам-бам. Тут есть еще подвал. Здоровенный подвал под всей террасой. Рекомендуется при покупке дома обязательно сделать террасу. Потому что это нужно... Ну, во-первых, столик можно поставить на улице, чтобы завтракать, обедать и ужинать. Приятно было на закате. И от солнца защищать будет и от дождя. Как глаз, так и вход в подвал. Естественно, вместе с террасой нужно будет еще сделать перила, чтобы, ну, например, дети или пожилые люди, не дай бог, туда не упали. Давайте подведем итог, что мы сегодня увидели. А сегодня мы увидели дом площадью сто двадцать пять квадратных метров, который находится в субсехе. Он под кирпичной отделкой на участке пять целых четыре десятых сотки земли. В доме есть четыре спальни, два просторных санузла. Шикарная кухня-гостиная. Вот сейчас я вам ее еще раз покажу. И подвал. Подвал тоже великолепный. Сейчас я его сближу, покажу вход в подвал. Друзья, если вам понравился наш дом, смело контактируйте с отделом продаж строительной компании «Стройбер Антонарпа». Либо лично со мной. Меня зовут Андрей Орехов, я коммерческий директор строительной компании. Либо с любым из менеджеров отдела продаж. Мы с радостью покажем вам этот дом вживую. Покажем другие объекты. Причем, в отличие от многих застройщиков, не только готовые дома, которые уже отделаны. И непонятно, что там внутри. Но и покажем любые стройки, которые вы захотите увидеть. От стадии рытья котлована под фундаменты до стадии заливки монолитных перекрытий межэтажных и возведения крыши. На сегодня я прощаюсь. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите их под этим видео в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить важные новости или, возможно, распродажи, которые у нас будут. После подписки нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свой смартфон. На сегодня прощаюсь. Поехал на другую застройку. Кстати, поехал на коттеджный поселок Морской. Там уже начали возводить стены второго этажа. Перекрытие уже монолитные залили. Скоро я вам это видео тоже покажу. Со всеми прощаюсь. До новых встреч.